Проблемы детей, забота взрослых, защите прав и законных интересов ребенка на территории региона говорили во вторник на заседание правительства. Детский омбудсмен Татьяна Кианская рассказала, ежегодно к ней поступает более полутора тысяч обращений. Тематика их разнообразна. Конфликты в школе, взыскание алиментов с нерадивых родителей, обеспечение лекарствами детей-инвалидов. По-прежнему одна из самых острых проблем предоставления жилья сиротам. Уполномоченный просит глав муниципалитетов сформировать маневренный фонд для этой категории граждан. Чтобы частично снять напряжение, некоторые муниципалитеты, активнее всего это Иваново и Фурманов, предоставляют лицам из числа детей-сирот временное жилье. В целом же количество временного жилья, предоставляемого органами местного самоуправления, ежегодно сокращается. О дорогах и детях на них рассказал представитель ГИБДД. За первое полугодие 2017-го зарегистрировано 81 дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. 86 детей получили ранения. Из 35 дорожно-транспортных происшествий, произошедших с наездом на пешеходах, лишь у четверых несовершеннолетних в момент ДТП имели свето-возвращающие элементы. Еще раз свидетельствуют о необходимости дальнейшей организации работы по распространению в школьной среде данных средств пассивной безопасности. Фликеры у школьников есть, поясняет руководитель департамента образования. Вот только носят их единицы. Одно из предложений, которое было высказано в том числе родителями, и мы его направляли в Минпромторг и в Минобранауки, это о том, чтобы одежда школьная имела уже изначально при изготовлении такие свето-возвращающие элементы. Но мы из себя ответственности не снимаем, и по-прежнему разъяснительную работу с детьми и с родителями будем проводить. С появлением социальных сетей поводов для беспокойства прибавилось и у родителей, и у сотрудников правоохранительных органов. Именно во всемирной паутине свои сети раскинули группы, пропагандирующие суицид. И десятки детей под влиянием этих ресурсов, за которыми стоят вполне реальные люди, уже лишили себя жизни. К счастью, в Ивановской области таких случаев не зарегистрировано. В 2016 году на территории области самоубийство совершили 4 подростка. В производстве исследователей находилось, соответственно, 4 уголовных дела. Это одно в следственном отделе по Октябрьскому району города Иваново, два в следственном отделе по городу Кинишма и одно в следственном отделе по городу Вичуга. Расследование одного уголовного дела продолжается. Три уголовных дела прекращено в связи с отсутствием событий преступления. В ходе расследования этих дел установлено, что смерть подростков носила некриминальный характер и не связана с совершением в отношении них противоправных действий со стороны иных лиц. Принадлежность подростков к суицидальным группам в социальных сетях не установлена. Случаев детского суицида в этом году не зафиксировано, но без бед все равно не обходится. Дети и тонули, и выпадали из окон собственных квартир. Недавно в городе Иваново произошел несчастный случай, когда мальчик поранил ногу, наткнулся на штырь. И вот в этом контексте у меня большая просьба. Я хочу обратиться и главам муниципальных образований, и все, кто в курсе этих вопросов, кто руководит этими вопросами безопасности, чтобы проверили все площадки во всех муниципалитетах. Сергей Зобнин подчеркнул, что сделать это нужно всем муниципалитетам, несмотря на то, что большая инвентаризация в регионе прошла в прошлом году. Убедиться в отсутствии угрозы лишним не будет. Речь не только о дворовых и спортивных площадках. На контроле должны быть и все потенциально опасные объекты – стройки, котлованы, заброшенные здания.